Всем привет, с вами есть Игорь. Сегодня у нас с Теорией познакомьтесь с Блоком. Начну я, пожалуйста, с Теорией, которую мне предложил мой друг. Кто он? Я не раскрываю. Никогда. Ну ладно, давайте начнем с Теорией. То, что Боб Хельсин – это тот бог, который сошел с ума. Это потому, что они оба зомбированы и легко выполняют задания, а не диктора, что он нам говорит. Смотря на то, что диктор собрал, Боб Хельсин все равно сделал то, что он говорил. Кто бы такой мог сделать? Точно не Боб Сашамов, не Боба золотной апельсин и не Боб Хельсин и не Тореадор. И точно не Боб из пустыни, который уже в Тореадоре. Жалко. И да, если бы Боб Хельсин все еще был жив, то это бы доставило много проблем Бобу одержимому. И да, Боб в революции спорят все, что нет, это был Бог, который сошел с ума. Нет, это был Бог одержимый. Это был Бог одержимый, Бог, который сошел с ума. Не обладает такими способностями. Я одержимый, кстати, выжил. Ну, даму, как бы, ляпы. Повсюду есть ляп. И да, на этом теория заканчивается. Теперь переходим к второй теории. По Боб революции. Вы помните тот момент, когда монотар погнался за Бобом агентом? В конце мы можем видеть как раз таки Боба с шрамом или Боба Ториадора. Я вообще не знаю. А, возможно, это для Боба с шрамом или это Боб Ториадор, так сказать. Или, возможно, это намекает на то, что Боб Ториадор жил. Или, что это Боб с шрамом. Там невозможно понять, потому что штаны красного Боба Ториадора. И... да. Там еще можно заметить какую-то гибернетическую руку. И... Эта улка громко намекает на Боба агента. Возможно, он все еще жив. Возможно, что там немного его поранил. И он сможет спасти Боба с шрамом. Или, возможно, это полный вид. Не забывайте. Это всего лишь теория. Моя теория. Ну что ж, с вами был я, Стив. Чао! 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 Чао!